Вы смотрите подробности недели с Алексеем Лихманом, мы возвращаемся в прямой эфир. Продолжается дискуссия вокруг нового закона Украины об образовании. Спорят все, и украинские политики, и европейские, учителя и дипломаты, а также представители местных властей. Пришлось смешаться даже президенту Украины. В чем суть полемики? Напомним в нашей справке. Европейские политические игры на украинском образовательном законе. Венгрия категорично назвала его ножом в спину и пригрозила, этот документ может закрыть дорогу Украине в Евросоюз. Мол, Будапешт будет блокировать все евроинтеграционные устремления Киева. Не менее громко возмущается и Россия. Озабочены Молдова, Румыния, Польша, Болгария и Греция. Что именно вызвало такой международный скандал? Причина резонанса седьмая статья закона, согласно которой преподавать в украинских школах должны на украинском языке. Соседи считают, это нарушает права нацмельшинств. А в резолюции венгерского парламента даже сказано, что в Украине хотят закрыть все венгерские школы. Но это не так. Действительно, основным языком преподавания становятся украинские. Но национальные меньшинства имеют право учить все предметы на родном языке до пятого класса. Отвечают ли эти нормы украинского закона международным конвенциям, теперь должны оценить в Венецианской комиссии. Документ отправили туда вчера. А на следующей неделе министр образования начнет консультации с Советом Европы. В очередной раз тему нового украинского закона об образовании прокомментировал посол Венгрии в Украине. Дипломат настаивает, что Украина должна внести изменения в ту самую статью, седьмую. Закон о языке преподавания и еще раз подтверждает, что его страна будет блокировать любые европейские инициативы для Украины, пока наше государство не изменит свою позицию. Это венгры собираются обсуждать с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, чей визит в Будапешт намечен уже на 12 октября. Вот возможно ли такое изменение позиции Украины? И можно ли убедить европейцев, что в таком виде украинский закон имеет право на существование? Обсудим это все с Лилией Гриневич, министр образования и науки Украины, гость нашей программы. И спасибо вам огромное за это, Лилия. Здравствуйте. Давайте еще раз зафиксируем. По вашему мнению, в этом законе нужно что-то менять или не нужно? И что будет, если все же, например, Венецианская комиссия или Совет Европы скажут, что изменения вносить нужно? Вы готовы это сделать? Я считаю, что ничего изменять не нужно. Надо работать над имплементацией закона. Почему мы это сделали? Давайте начнем с этого. Прямые факты. Два последние годы мы проводим внешне независимое оценивание для всех детей. Не только для тех, кто вступает в вищи навчальные заклады. И что выявилось, что в местах компактного проживания, в частности угорской, а также урмонской громады, Мы имеем ситуацию, что, например, в Береговском районе 75% выпускников не составят ЗНО с украинской мовой на допустимый порог, Чтобы претендовать на вступ в вищие навчальные заклады. Это значит, что эти дети фактически дискриминованы. Они сегодня не могут поседать государственные посадки, потому что они не знают украинскую мову, и они не послуговываются нею. Знаете, в всех международных документах, которые мы ратифицировали, связанные с мовами меньшин, есть одно очень важное положение. Итак, меньшины могут научиться мову или изучать мову, но только в том смысле, чтобы это не шкодило или не уменьшило использование государственной мовы. Мы сейчас имеем доказательства, что это, на самом деле, шкодит. То, что мы, фактически, вытеснили украинскую мову из этих школ, и они изучают только украинскую мову как предмет, это не помогает ее изучить. В связи с тем, я уверена, что эта изменя, на самом деле, расширяет их права. И мы будем доводить это как граждан Украины, по доступу к посадке. И я объяснила нашим европейским партнерам, мы не будем уменьшивать вивчение родной мовы, но вы будете возможность дать, мать, для выбора, для ваших детей и мова родная, и мова государственная. Понятна ваша позиция. Лиля, смотрите, по реакции на этот закон все-таки складывается, что это закон об украинском языке. Вам, как савтору этой реформы, не обидно? Вы скажите, какие еще перемены в образовании в украинском уходят как бы на второй план, и сейчас не видны из-за вот этого вопроса языкового? Я очень надеюсь, что это перетереться, и наконец мы начнемся говорить реально, что изменится в образовании. А этот закон является базовым, и он охотирует изменения от школы и до образований, потому что основное гасло – учиться во время жизни. Свет динамический, нужно улучшить в профессии, и старшие люди также имеют право учиться. И что наиболее изменится, это украинская школа. И я считаю, что это уже давно нужно было сделать, потому что сейчас школа пасе задних поревняно с рухом суспильства. В связи с тем, что знания очень быстро накопичаются, а дети не получают в школе то, что им нужно для жизни. И идея ключевая изменения в школе – перейти от школы, где напихают знаниями, скорее всего теоретическими, до школы компетентности 21-го столетия. И это все вписано в законе, и данные инструменты. Мы также урязноманитируем формы здобута освіти, скажем, домашней, дистанционной, очной, вселякой и даже мережевой освоты. Когда человек может добывать обучение в разный способ, потому что за счет информационных технологий эта палитра очень увеличилась. Мы в этом законе также даем очень много положений, связанных с инклюзивной обучением для детей и людей с особыми потребами. Мы хотим переламать эту культуру, которая еще тянется из Радянского Союза, когда люди с особыми потребами должны быть изолированы. Их никто не видит. Мы сейчас, в связи с этим законом, делаем место между рынком работы и системой освоты. Система освоты должна ориентироваться на ожидания работодавцев, а не создавать какую-то дополнительную параллельную систему в работодавцах, потому что государственная система не дает им продукты ожидания. Если скажу, что главная идея это подготовить детей к работе, к взрослой жизни, правильно я понял? И чтобы они стали успешными и могли самореализоваться, соответственно, к своих талантам. Но это благие намерения. Лилия, мы встречаемся в день, когда поздравляют всех учителей. В воскресенье день учителей. Но по традиции, конечно же, учителя принимают от своих учеников и бывших и нынешних поздравления именно в эту пятницу. Я дам вам возможность поздравить ваших коллег, тех, всех, кого вы возглавляете. Но при этом вы должны дать этим людям не только их поздравить, но и дать им надежду на материальное какое-то улучшение. Президент Украины на вчерашней встрече с работниками из сферы образования пообещал учителям существенный рост зарплат. Вот поздравьте учителей цифрами. Скажите, на что им можно реально рассчитывать? Так. Наступного года заработная плата учителев растет ориентированно на 25%. И если этого года мы просунули их по тарифной сети на два тарифные разряды до горы, мы планируем еще на один просунуть наступного года. То есть это реальное поднятение социального статуса учителя. Но мы также ожидаем, что учителям будут открыты до реформы. Потому что им нужно будет увеличивать свою квалификацию. Потому что учителям должны развиваться и учиться так же. И я тому хочу скористаться нагодой и вернуться до всех осветян. Не только вчителям. Это вихователи, это позашкильники, это те, кто работает в профессионально-технической обучении и наши выкладчики в университетах. Я хочу им побажать неспокою творчого. Чтобы они понимали, что система обучения должна развиваться и идти вперед. И каждый из них так же мусит идти вперед. Это дает желание жить и радость. Радость в том, что ты постоянно развиваешься. А еще здоровье, силы духу, слагоди в их родинах и желание работать в этой профессии. Я, безусловно, тоже присоединяюсь к этой нашей редакции. Также поздравляю всех педагогов с их профессиональным праздником. Вам, Лиля, хочу пожелать неспокою реформаторского. Еще раз дякую. Дуже приятно. От всей души, с праздником и спасибо, что были наши гости. Министр образования Лиля Гриневич отвечала на мои вопросы.